Приветствую вас, мои дорогие! С вами Жанна Фетисова. Сегодня у меня свободный день. Я решила провести его с вами. Я в большом нашем холле, поэтому немножко будет эхо. Уж простите меня, пожалуйста. Вот оно, мое любимое спокойное тихое утро, когда я могу съесть свой любимый омлет без масла, выпить чашку кофе, почитать Пушкина и, конечно же, ответить на ваши комментарии. Сегодня у меня день спа, и давайте я возьму вас с собой, расскажу вам, что я делаю в этот день, чем я пользуюсь. Ну, во-первых, что я сейчас уже нанесла на волосы. Я нанесла вот такое вот масло репейное, показывала вам его от Эввалар. Часа два хожу как восточная женщина в таком тюрбане и затем уже смываю его. Шампунь, который я сейчас использую, это вот такой вот от Мадр Лапс. Он с Би-комплексом плюс биотин. Показывала вам его в своем видео по уходу за волосами. Да, он действительно очень хороший, мягкий. Я бы даже так сказала, что после него не хочется пользоваться никаким кондиционером. Ну, это для тех, у кого волосы абсолютно здоровые, густые, блестящие. Думаю, таких не очень много, к сожалению, в наше время. Буду сегодня использовать уже второй раз кондиционер, который держится на волосах примерно 2-3 минуты, ну, то есть в течение того времени, пока вы находитесь в душе. Облепиха Лайн Белл Космекс. Мне она понравилась, у нее такой ненавязчивый аромат. В белорусской косметике часто бывают довольно сильные такие, немножко химозные ароматы. Вот это хорошее. Она уплотняет волосы. Не могу сказать, что прям как-то, какое-то уже есть воздействие полезное, но, в принципе, мне нравится. Я буду использовать свой любимый скраб. Савонри называется. Сленой скраб для тела, высший свет. Кстати, я показывала вам, как я делаю сама такие и очень похожие скрабы, но вот этот мне конкретно очень нравится. Он с маслом розы. Убийственно потрясающий аромат. Мне прям он так нравится. И он такой масляный, то есть и здесь масла, и здесь соль, и она такая, конечно, довольно активная, довольно крупные гранулы. Его нанесли на все тело, хорошенько потерли, то просто потрясающее ощущение увлажненности. Кожа остается, ну и, конечно же, остается замечательный аромат. Далее, когда у меня волосы подсохнут, я буду наносить ампулы никотиновой кислоты, буду втирать в волосы одну или две штучки. Вот такую вот сыворотку Professional Line от Belita Vitex буду наносить после уже того, как мои волосы подсохнут и впитается никотиновая кислота. Это сыворотка 4А, несмываемый интенсивный уход. Я уже использовала вот так, примерно одну треть. Она не остается на волосах, ну, по крайней мере, у меня. Она полностью впитывается и волосы такие становятся очень послушные и хорошо лежат для тех, кто не любит пушистые такие в разные стороны торчащие волосы. Вот эта вот вещь хорошая, кстати. Здесь есть то же самое масло, которое сейчас у меня на голове, то есть репейное масло. Мне пока вот эта вещь нравится. Не знаю, как насчет того, вырастут волосы после этого или нет, но, по крайней мере, буду использовать сегодня в очередной раз. Я хочу показать вам новое свое приобретение. Это вот такой вот Darsenval. Darsenval. Вот этим аппаратом делают обычно после массажа такие процедуры, закрывающие как бы поры. И в этом аппарате содержится несколько насадок. Вот так выглядит сам аппарат. Одна насадка, как вы видите, точечная для лица. Ну, на самом деле, их там две или три. Одна – это расческа, которая стимулирует рост волос. То есть, собственно, для этого я его и приобретала. И одна насадочка для лица, для того, чтобы стимулировать мышечный корсет, подтягивать как бы немножечко кожу. Пока у меня, слава богу, никаких таких сильных возрастных изменений нет, но все равно на будущее это очень полезно. Это стимуляция. Вот она сама эта расческа. И вот этот аппарат обещает, конечно, сильную стимуляцию именно луковиц, которые спят. Я надеюсь, что с его помощью быстрее у меня восстановятся волосы, густота увеличится. Так что буду сегодня первый раз его пробовать. Вы, интересно, как он работает, и отзыв потом по поводу этого аппарата, пожалуйста, напишите мне, я обязательно вам расскажу. И покажу, как он работает. Ну, а сейчас я буду использовать вот такую вот маску. Давайте вместе с вами ее сделаем. Я буду делать ее первый раз. Янтарная маска Blue Sand. Ви Косметика. Это российский производитель с очень хорошими натуральными составами. Хранится это все только год в холодильнике. Одио Фодио, насколько я понимаю. В составе этой маски есть голубая глина, янтарная пудра 20% от состава. Дальше есть кунжут, куркума, гвоздичный перец, имбирь, нут, соль, мертвого моря. Вот почему она так отлично отбеливает. Естественно, кунжут. Кунжутное масло очень здорово увлажняет, питает кожу. Ну, я думаю, что вот такого количества, то есть такая прям большая ложечка с горкой будет достаточно мне для того, чтобы сделать маску на лицо. Столько же нужно добавить примерно воды, чтобы это все превратилось в такую густую-густую сметанку. Вот такой кисточкой я наношу маски. Давайте пробовать. У меня есть уже целый ролик. Мне очень нравится. Это российская косметика, Ви Косметика. В логотипе напишется Ви Ай Косметикс. Натуральное абсолютно средство, которое я воспринимаю как антиоксидантный уход. Поэтому я очень часто после сауны, после бани, после душа делаю вот такие вот процедуры с их средствами. Разрабатывалась она в Новосибирске. Удивительное совершенно для меня открытие года, можно сказать, 2017-го. У меня практически весь их ассортимент. С компанией с этой я никак не сотрудничаю. Канал я свой веду всего лишь 4 месяца, как вы понимаете. Это слишком мало для того, чтобы сотрудничать с какими-то компаниями. Вот так это выглядит. Работает стиральная машинка, в другом конце работает посудомоечная. Поэтому, простите, какие-то звуки все время есть посторонние. Витекс это хороший очень, на мой взгляд, отбеливающий такой кислотный, легкий кислотный восьончик, тоник. Поэтому перед тем, как наносить какие-то маски, любые абсолютно, вообще любой уход, сейчас я использую его. Так, значит, в аннотации написано, что нужно таким довольно густым слоем нанести. Она такая вот, знаете, похожа на глину немножко. Действительно чувствуется, что здесь есть какие-то такие крупиночки. Держится эта маска 15-20 минут. И за это время мы с вами как раз все вопросы успеем обсудить, пока эта масочка будет на мне работать. У меня возникла такая идея. Я вчера разбиралась с своей косметикой, но ее довольно много, именно декоративной косметики. Выходит у меня полный порядок, потому что я как бы пользуюсь всем по очереди. Я не открываю следующую баночку, пока не закончила предыдущую. За исключением тех моментов, когда резко меняется как-то погода, либо моя кожа требует какого-то дополнительного увлажнения или питания, или каких-то масок. Я хочу попробовать что-то новое. Но так в целом у меня один крем заканчивается, и я дальше начинаю другой. Просто, чтобы был порядок. Даже на шее осталось, это хорошо. Я начала говорить, я не договорила, камера рассредилась. Вот, уже сейчас даже смеяться не могу, улыбаться. Привыкла улыбаться, поэтому сегодня буду серьезной. Ну, по крайней мере, эти несколько минут, пока я сейчас с вами говорю, в маске. Я сейчас разбираю свою декоративную косметику. Получилось так, что у меня скопилось несколько средств, таких, ну, так скажем, мягко говоря, целый мешочек, который я должна кому-то отдать, своим знакомым, близким, родственникам и так далее. Потому что просто некоторыми я не могу пользоваться. Ну, какие-то цвета не подходят, какие-то текстуры. Ну, и в общем, просто некомфортно. Кто не против забрать помаду, например, которой один раз воспользовались, в качестве примера в камеру, и никто, как бы, не обижается на меня. С другой стороны, это экономит, конечно, средства всем, кто получает от меня такое количество подарков косметических. Сейчас, после того, как я умоюсь, я буду использовать вот такой вот комплекс. Показывала вам его. Приобрела на iHerb. Это Andaloo. Комплекс для сияния кожи. То есть, сейчас вот эта маска от Ви Косметика, она такая чистит. Очень здорово, сужает поры, делает лицо более таким чистым, матовым. И, соответственно, вот это уже отбеливание, насыщение, питание. Это маска с папаином, то есть, это натуральный компонент отбеливающий. Обратите, кстати, внимание, те, кто не хочет использовать кислоты, вот прям в прямую кислоты, то вот в этой маске есть папаин, который прекрасно отбеливает, не хуже, чем кислот. Кожа никак не реагирует, не горит, ничего. И вот этот потрясающий тоник, как вы видите, вот, да, я его уже использовала. Он очень экономный, у него очень вот такой правильный дозатор. Он не разлетается во все стороны, даже если вы будете пшикать прямо на лицо, вся одежда не будет мокрая. Не знаю, как удалось это сделать, но, в общем, это очень правильно. Brightening. То есть, это тот тоник, который действительно дает хороший натуральный цвет кожи, возвращает, дает свечение кожи. В общем, все то, что я люблю. Холеная, естественная, не матовая, а такая вот подсвеченная, естественная кожа. Сейчас выпью чашечку кофе с сыром. Почему-то мне нравится кофе с сыром. Это вот такой растительный сахар. Стевия, то есть, это сахар из растения. Он очень вкусный, сладкий. Я добавляю в кофе вместо обычного сахарного песка. И это средство я приобретаю на iHerb уже регулярно. Здесь 35 пакетиков. Одного вот такого пакетика мне достаточно на вот такую вот большую чашку кофе, чтобы оно было, ну, достаточно сладким. В общем, день спа начался, и я рада, что вы со мной. После души сняла маску эту янтарную. Хочу поделиться с вами своими шокирующими ощущениями. Я, честно говоря, за сколько там, 200 или 300 рублей от этой маски такого не ждала. Я знаю, что Ви Косметика отличная компания. У них натуральный состав, это органическая косметика. Но чтобы до такой степени были сужены поры идеально. Она, кстати говоря, на мне очень сильно засохла. Знаете, вот прям как глина такая, прям аж белая стала. Я думала, что ну все. Наверное, во-первых, я ее сейчас не смою уже никогда. Во-вторых, наверное, она мне высушит всю кожу. Ну, вот было такое ощущение, прям каменное такое, да, жесткое. Она стала на лице. Каково же было мое удивление, когда я смыла ее в душе, вот просто, да, во время мытья волос. И я почувствовала такое, знаете, что, ощущение, что на моей коже крем какой-то. То есть, непонятно, как это они это делают. Там какие-то волшебные совершенно экстракты растения. Но посмотрите, вообще пор нет. Я в шоке, ребята. У меня вот здесь расширенные поры. И даже после альгинатных масок у меня все равно они вот здесь чуть-чуть видны. Ну, вот у меня сейчас такое ощущение, вот смотрите, я делаю вот так. У меня рука даже не задерживается на коже, она прямо гладкая-кладкая, такая увлажненная. Такое странное ощущение. Вроде даже никакой больше уход не нужен. Но это для меня очень странно, потому что у меня сухая, конечно, кожа вот в этих областях. Очень сухая и шелушится. И вот здесь сейчас шелушится. И вот эти шелушения даже прошли. Она была во втором моем заказе. Кстати, первый заказ я делала не напрямую из Викосметика, а знаете, с какого сайта? Родина Смородина. Вот так называется сайт. Забавное такое название. И они очень красиво просто, оказалось, упаковывают. Много натуральной косметики. Кстати, Спивак вот там. Очень дешевая косметика такая тоже натуральная. Очень хорошие такие. Прямо там гидрофильное масло можно, кстати, купить. Очень недорогое. И вот все это на этом сайте Родина Смородина. У них собрано очень-очень много натуральной косметики. Отечественной. Что прям гордость берет. Вот я когда посмотрела, сколько оказывается на статичных брендах натуральной косметики. Вот. И я Викосметика всю серию практически, ну, такую антивзоростную заказывала у них. И что я хочу сейчас сказать. Вот после этой маски, да, от Викосметика, у меня даже сейчас, честно говоря, нет желания ощущения эти упирать с лица. Естественно, кунжут. Кунжутное масло очень здорово увлажняет, питает кожу. Поэтому вот у меня такие, видите, необычные ощущения были от этой маски. Хотя из-за глины в ее составе я совсем не ожидала вот такого потрясающего эффекта. Так здорово. Мне прям очень нравится. Поэтому сейчас я продолжу уход от Викосметика. Вот такие вот сливки. Сыворотка с активным биокомплексом. И она антикуперозная. Тех, кто страдает такой повышенной краснотой, очень вам советую. Это активный биокомплекс. Минария, это водоросли, алтея, льна, гиалуроновая кислота, лецитин, пантенол, каомет, экстракты, гинкобелоба, зеленый чай, гомомелис, плющ, конский каштан, хвощ. Очень много масел виноградной косточки, ши, горького ореха, эфирные масла, вербены и так далее. Каштан входит во многие средства венотонические. А как бы купероз, сырозоцей, это вот как раз проблема с мелкими сосудами. Хорошо, кстати, впитывается вот такой вот дозатор. Я их вынимаю из холодильника, чтобы они чуточку постояли, потому что они когда замерзают, эти средства, они же натуральные, они должны храниться в холодильнике, а они так не очень идеально выпрыскиваются из этих дозаторов. Сбирают вот эту красноту. Действительно, если пользоваться регулярно, заметила, что краснота уходит. И я вот этими зелеными корректорами фисташковыми начинаю пользоваться меньше или вообще не пользуюсь. Вот такая вот сырворотка под глаза. Herbal Plus, она устраняет морщинки, темные круги, отечности. Greeny Serie от Ви Косметика. Корень лопуха. Воск. Какао. Масло ши. СО2. Экстракт фенхеля. Ромашки. То есть здесь очень-очень много полезных экстрактов для нашей нежной, нежной кожи вокруг глаз. Натуральный состав, то есть травы, которые снимают отечность. Я вытащила вот этот дозатор, потому что застывает. Это не реклама для этой компании. У меня есть все средства, практически вся линейка. Восхищение просто пользователя, да, обычной женщины, которая попробовала что-то столь бюджетное, там до 300 рублей даже есть некоторые средства, да. Я когда попробовала это в сравнении с люксом, про который я вам много уже рассказывала, да, довольно часто я, и у меня много, в общем, люксовой было косметики, именно уходовой, декоративной. Я просто обалдела, извините за такое выражение, от качества и от ощущения на коже. Вот как сейчас я в шоке от этой маски за 300 рублей. Хотя бы раз в неделю я хочу вот такой эффект на коже иметь. Я вам честно скажу, в какой-то свой выходной, мне кажется, ну, вообще. Далее, что я еще наношу, я наношу вот после сыворотки вот такой вот крем под глазами, он тоже довольно жидкий, серия ВИК косметики, это бифидокосметика, здесь бифидобактерии. Вы знаете, что, да, это очень хороший способ восстановить баланс кожи, то есть у меня очень сухая кожа вокруг глаз. Базовое масло кокоса, сои, минеральная вода, лицетин, фектин, витамины группы В и бифидобактерии. Гиалуроновая кислота, вот такой замечательный состав. Вот такой уход я делаю раз примерно в неделю, может быть, два раза в неделю, перемежая его со своим основным уходом. Я уже рассказывала, что иногда я делаю вот такой уход не очень натуральной косметикой, то есть белорусской, просто чтобы переключиться от одной косметики к другой, потому что у меня кожа привыкает и действие уже не такое яркое. Потом я возвращаюсь к своему основному уходу, прям такой эффект мощный, да, когда я чуть-чуть переключаюсь. Ну, естественно, я нашла те косметические средства уходовые, на которые у меня нет аллергии, я могу смело ими пользоваться. Ну, вот в частности, на Викосметику у меня нет никакой аллергии, хотя здесь полностью натуральный состав. Потому что, кстати, чем натуральнее косметика, тем больше может быть вашей реакции. Такое прям под давлением сегодня весь день лучше закладывать. Так, значит, дальше я буду использовать вот такой вот тоник. Не накладываю его сразу на сухое лицо, потому что у меня подстягивает он кожу, он действительно подсужает поры. Здесь питательные вещества, это для сухой, чувствительной обезвоженной кожи, ягодный шейк. Ну, есть такой полезный компотик тоже от Викосметика. Ягод малины, клубники, мыльного ореха, коллоидное серебро, отвары трав шалфей, ромашки, цветы липы, хвощ, полевой. Ну, в общем, тут огромный-огромный полезный очень состав. На сыворотку уже, как бы увлажняю аромат, такое ощущение, что я просто какой-то коктейль действительно на себя вылила. Приятный очень аромат. Сейчас чуть-чуть он подпитается, и я буду наносить вот такой вот мусс-эндергетик с лифтинг-эффектом. Кстати, в натуральной косметике очень часто бывает так, что от партии к партии может меняться цвет, может меняться аромат, потому что это зависит от года сбора растений, ягод и так далее. Здесь масло миндаля, зеленого кофе, какао, шео, авокадо, кокос, глицерин, коллоидное серебро, снимает, кстати, воспаление, косметическая основа, биобактерии, козье молоко, концентрированная тварь, зеленого кофе и миндаля. Это те, которые я использую сейчас, это мое абсолютное открытие года, особенно вот эта маска теперь. О чем еще с вами хотела поговорить? О том, что я приняла решение, что я сейчас не просто отдаю косметику, которой я не пользуюсь или которая мне, да, по цветам не подходит, декоративно, я имею в виду, а я еще и собираю такой топ, несколько, не знаю, пока не решила, сколько средств, которые я буду использовать до Нового года. То есть буквально такой хочу сделать проект, использовать и выбросить, то есть до конца. А есть какие-то средства, которые мне очень нравились, но как-то я про них подзабыла. И поэтому сейчас я как человек экономный, который покупает все за свои деньги, я хочу вот сейчас начать использовать эти средства и до Нового года какой-то результат у себя увидеть. То есть такое немножко расхламление, что также я поступаю и с вещами, то есть если я не ношу год-два какую-то вещь, то я отдаю ее на благотворительность. Мы складываем, у нас есть знакомые, которые отвозят это все в дома престарелых, и бабушки, дедушки, потом все это проверяется, они все носят эту одежду очень счастливы и рады. Как бы там небольшой такой пансионат, люди абсолютно одинокие, и у них нет никого, кто мог бы им помочь. Поэтому вся наша обувь, одежда, она все не пропадает. Кстати, очень вам советую вот так же найти кого-то, кто возит вот прям конкретно, лично, из рук в руки передает. Я вообще придерживаюсь такого мнения, что я должна видеть в результате, кто получает помощь, которую я оказываю. Вне зависимости от того, что я отдаю на благотворительность. Законом сейчас запрещено собирать деньги с ящичками. Вот молодые люди ходят, в каких-то проектах рассказывают, в метро, где-то на улице. Пожалуйста, не верьте, они не должны это делать. Это запрещено законом. Это люди, которые собирают деньги для себя, либо для кого-то. К фондам и конкретным детям они, к сожалению, не имеют никакого отношения. Это мошенничество. Мой муж когда-то от своей личной компании, от собственной, организовывал такую вот помощь для детских домов, совсем прям таких вот заброшенных домов-сирот, в маленьких-маленьких городах России. И они возили целыми грузовиками, выделяли средства из собственного бюджета, возили целыми грузовиками детскую одежду, еду, питание и памперсы. И потом в итоге они все эти памперсы увидели на рынке, на местном, представляете? То есть это было так неприятно. Пытались они эти памперсы раскрывать упаковки, пытались на каждом какой-то штампик делать not for sale, но это невозможно. То есть все равно их продавали, по своим кому-то там раздавали, но к детям они, к сожалению, так и не попадали сиротам. И после этого, как ни грустно, но он прекратил вот такую вот помощь. Это невозможно проконтролировать, лучше не помогать. Он это понял, и, к сожалению, вот сейчас уже он этим не занимается, и мы вот просто отдаем вещи для бабушек и дедушек. Ну и теперь по поводу проекта «Использовать и выбросить». Я призываю вас тоже присоединиться ко мне, разобраться со своими косметическими запасами, что-то выбросить. Может быть, уже подошли сроки годности, вы не обращали на это внимания. Те, кто хочет, присоединяйтесь, пожалуйста, ко мне. Давайте разбирать наши шкафчики. Будем отбирать то, чем мы будем пользоваться более часто для того, чтобы использовать до конца. И обещала вам показать и рассказать о проекте, в котором принимала участие вся наша семья. Это такой, ну не музыкальный, а звуковой проект, инсталляция для музея железных дорог в Санкт-Петербурге. Привет всем, кто меня смотрит в Санкт-Петербурге. Вот так это выглядело. Когда муж брался за этот проект, предполагалось, что всю физическую, буквально, работу руками будет делать кто-то другой. Но, к сожалению, таких специалистов не нашлось. Слышалось взять всю работу на себя. Вот так это было. Мы помогали. И нас это очень радует. И дочка помогала, и я. Это было просто огромные какие-то невероятные шнуры через всю квартиру лежащие. У нас несколько дней был такой кошмар дома. Но зато все красиво. Для тех, кто будет в гостях в Санкт-Петербурге, заходите в этот музей. Так что это наш подарок Санкт-Петербургу и моим зрителям, которые меня смотрят в этом городе. Сейчас я уже пойду испробую новый аппарат Дарсонваль. И потом вам расскажу результаты, если вам будет это интересно. Я оставляла вам сообщение для тех, кто на меня подписан. Но думаю, что могли не все прочесть это сообщение. Поэтому я напоминаю вам, я жду темы, которые интересуют лично вас. Если вы не хотите, чтобы ваша просьба была опубликована в виде комментария, приписку, пожалуйста, к этому комментарию не опубликовывать. Я просто прочту, запишу себе в блокноте к тему, которая вас интересовала, и ваш комментарий не будет опубликован. Все будет очень плеватно. Что ж, спасибо большое, что вы были со мной. Я желаю вам удачи. И будьте благодарны за все, что имеете. Пока!